Здарова всем, друзья! С вами я, Мистер Чир, и у нас сегодня драфтик. А это значит что? Значит, мы узнаем свою команду по НХЛ-очке. В какой же команде мы окажемся? Хотелось бы, конечно, увидеть какую-то интересненькую команду, но вряд ли у нас будет какой-то прям высокий уровень. Какая-то высокая позиция на драфте. Сейчас мы увидим, что нам скажет агент. Александр, у меня есть новости о вашем рейтинге на драфте. Хотите услышать? Да, скажите мне. Вы на 89-м месте. Осталось всего пара шансов, чтобы подняться повыше. Хорошо, я приложу больше усилий. Тогда это будет очень просто. Вот, увидите. Не сдавайтесь, я знаю, вы справитесь. Спасибо, Тейлор. Интересно, как мы можем повысить себе рейтинг? Непонятно. Непонятно. И опять встреча с агентом. Здорово-здорово. Это Александр, пришли новости насчет вашей позиции на драфте. Волонтельный момент. Зачем эти две встречи? Объясните мне, если можно это все в одну встречу сделать. Яшники не меняются. Яшники не меняются. Ну, мы можем оказаться либо в Далласе, либо в Филадельфии, да, наверное. Опа, Питтсбург. Здравствуйте. Александр, я главный менеджер Хендер Рейли. Задам несколько вопросов, чтобы узнать вас получше. Вы готовы? Жду, не дождусь. Товарищи по команде приглашают вас сходить развеяться, но тогда вы можете не уложиться в режим. Пойдете с ними? Лишь бы я мог делать это ответственно. Хорошо, все равно я пришел на шоу. Мы получим в режим. Хорошо, все равно я пришел на шоу. Только не тогда, когда у меня на следующий день игра. Не хочу подводить команду. Давайте так ответить. Видеть не удалось. Весь вечер играйте с друзьями в видеоигры. Уже поздно. Они просят вас сыграть еще раз. Как поступите? Еще одна игра никого не повредит. Скорее всего, на тот момент я уже перестал ложиться. Мне надо по... Я уже перестал. Ну, давайте так. Вот как? Какую команду вы выберете в Яспортс НХЛ? В той команду, у которой рейтинг выше. Я играю, чтобы выигрывать. У меня нет фаворитов. Все варианты хороши. Я каждый раз выбираю вашу команду. Ну, давайте так ответим. Что ж, спасибо за честность. Мне кажется, мы узнали все, что нужно. Спасибо за беседу. Мне нужно идти до встречи. Может быть, еще одна команда какая-нибудь, а? У него было интересно посмотреть, с кем мы можем побеседовать. Торонто! Серьезно? Я поиграл. Я поиграл. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, я главный менеджер Патрик Найт. Задам несколько вопросов, чтобы узнать вас побольше. А лучше? Мы готовы? Жду, не дождусь. Что вам больше всего нравится испытывать на льду? Знаю, что я могу быть лучше, с этим не сражается ничего. Знаю, что на льду я выложусь полностью. Пресс, Александр. Вы поддерживали связь с родителями, пока были на выезде? Мы иногда общались, но они не... На пирамиде, не интересно. Мы держали связь. Они хотели убедиться, что я хорошо себя веду. Постоянно. Они мои главные болельщики. Вот так ответим. Интересный ответ. Вы считаете себя командным игроком? Конечно. Для меня команда превыше всего. Конечно. Я не хотел бы подводить команду. Если лучший игрок означает командный игрок, то да, разумеется. Давайте вот так ответим. Интересная собеседа, Александр. Спасибо, что пришли. Спасибо за беседу, парниша. Благодарю. Ого! Миннесота. Я прям на разрыв. Точнее, вьюхин на разрыв. Так, парниша стил к нам поближе. Александр, я главный менеджер Адриан Ричи. Тогда мне сколько вопросов, чтобы узнать у вас получше. Вы готовы? Я жду, не дождусь. Влизься важный матч, как будете к нему готовиться. Я стараюсь зарятошиться как следует. Преимущество решили не будет. Я стараюсь не менять передвычный распорядок. Так, как в любом другом матче, я всегда настроен на игру. Преопытно, Александр, выходит, вы не всегда готовитесь к тому, чтобы играть максимальной отдачей, что вы даете команде. Я упорно работаю и настроен на победу. Я отличный командный игрок. Ничего кроме навыков и талантов. Рад это слышать. А вас раздражает, когда ваша команда отдает шайбу сопернику? Такое время... Такое временами бывает неприятно. Но считается с каждым. Меня это совсем не беспокоит. Очень злит. Такой ситуации совсем нетрудно избежать. И потом меня такое... Давайте вот так. Интересное собеседование, Александр. Все, давайте. Валите. Молодой человек в Миннесоте. Если только с... Одним из наших парниши русских, да, поиграть в Миннесоте, это было бы круто. Новая беседа с агентом. Давайте посмотрим, что агентам скажет. И так, Александр, сегодня большой день. Суть по вашим результатам, вы будете отобраны, например, 90-100. Ты достал, каким я буду отобран? Надеюсь, я снова буду в потрясающую команду. Какая бы из команды Тенхел вас не выбрала, вы там многому научитесь. Вы скорее бы уже, я обещаю, надо обещать. Пора. Достал болтать уже. Начать драфт, погнали. Аризонок, они с первых рук. Миннесота нас все-таки задрафтовала. Все-таки Миннесота. По 86-м номерам. Ну, здравствуйте Сами знаете, кто, да? Ну, здравствуйте, здравствуйте Где он там? Покажись, малыш Вот он Кирюшка, здорово Я приехал Мы будем играть вместе Не, ну это круто Кирилл Капризов Номер 97 88 Общий рейтинг, офигеть Ну, это неплохо У нас с вами здесь 3 очка навыков Поконали изучим Итак Что мы качаем? Обязательно качаем Вот это Пасты, чок, самообладание, контроль рикошетов И вот это Отлично Прокачали, рейтинг 73 у нас Симулируем до сезона Прокачиваем с Рей Ферраро И, чувак, это будет хороший момент Для ребенка, который был драфтен И слышал его имя Те же анимации Ну, блин, придумайте Что-нибудь новое Ну, почему? Все то же самое Та же раздевалка В каждой Команде Одна и та же раздевалка Не, ну это круто, конечно Вот так вот Тебя задрафтовали Ты заходишь И понимаешь, что ты будешь Сидеть Здесь Не, ну вот так вот Разбрасывать, конечно, амуницию Это не нужно Мы, конечно, себя так в раздевалке вести не будем Напишите обязательно в комментариях Так, Миннесота Нормальная команда Миндли Все-таки Хотелось бы получше Или Полностью устраивает вас Да я достал Так Ну, давайте что-нибудь Скажем Александр Вьюхер Вас выбрали Не в первом раунде Но и не в последнем Так? К тому же вы получили большую возможность играть в Миннесоте Конечно, главное, что меня выбрали Теперь буду готовиться к НХЛ Есть такие моменты, о которых все мы мечтали в детстве Хоть я и не о таком мечтал, но это... Так, нет Я так отвечать не буду Теперь мы ждем Не дождемся, когда уже увидим в вас действия Как считаете, много вам выделят игрового времени в предсезонке? Конечно, хочу Но это решать тренеру Я полностью доверяю его решению Я думаю, это важнее всего Знать команду и влиться в процесс Количество игрового времени здесь второстепенно Вот это, кстати, правильный ответ Логично Удачи вам, Александр Наслаждайтесь моментом Спасибо большое Бренд плюс 75 Команда плюс 375 Нормуль Нормуль! Команде помогли! Какое насыщенное начало у нас, да? Смотрите, сколько бесед, сколько там комментариев мы даем А потом все вот эти беседы заканчиваются пукни, не пукни и все Здравствуйте, Александр! Мы с вами встречаемся несколько недель назад, до начала драфта На всякий случай напомню Я Норм Хниди Разве там Норм Хниди был? Ну ладно От имени всей организации я хочу официально поприветствовать вас в команде Спасибо, я очень волнуюсь Мы следили за вашей игрой на турнире, но я хотел бы лично спросить вас Как бы вы охарактеризовали себя, как игрока В душе я командный игрок, люблю работать совместно с напарниками Я гибкий игрок, могу приспособиться к ситуации Я хочу стать следующей суперзавидой хоккея любой ценой Давайте вот так вот будем Интересно, мы с вами поладим Мы поговорили с вашим агентом, он сейчас готовит ваш контракт начального уровня Скоро он должен быть готов, а сейчас у меня совещание Мы возлагаем на вас большие надежды, удачи Спасибо, что уделили мне время Management плюс 300 Сами знаете, что нужно сделать с трактористом Тун-тун 35 номер, кстати, у нас остался Да господи, сколько бесед Здравия Александра, осталось только подписать контракт новичка Спасибо, Тэйлор, давайте посмотрим контракт Вот он, мы договорились заключить с вами трехлетний контракт Ну, как обычно, все Подписать контракт Вот и все, теперь вы вонхел Отпразднуйте, когда мы снова встретимся Вы будете носить эту форму Да, конечно, спасибо вам еще раз, Тэйлор Блин, можно было выбирать там агентов Всякое такое, было бы интересно Как я устал от этих бесед Тут устраивает благотворительный матч Сыграете в нем, Александр? Конечно, я в деле для благотворительности Я готов на все Я бы очень хотел, но Надо сосредоточиться на сезоне Все любят благотворительные матчи Естественно, я там буду Потрясающе, Александр, все очень Все очень этого ждут Хотя, лучше мне не рисковать травмой Что если я вместо этого Выпишу чек на благотворительность Посмотрим, помогли ли мне Тренировка в межсезоне Есть шанс, что вы сможете остаться после окончания игры Автограф подписать, сфотографироваться с фанатами Там будут камеры, мне этого достаточно Не получится, мне нужно продолжать тренировку Давайте так Бренд менеджмент хорошо прокачивается Ну все, наконец-таки Дошла симуляция Играем первый матч Или не играем, сейчас узнаем Ну что, играем ли мы первый матч? Давайте посмотрим Нет Тренер решил нас Оставить на скамеечке Проиграли мы эту игру Ну, нам далеко, конечно До основного состава Хотелось бы увидеть возможность Опа, висела с тренером Ну вот, впервые мы увидимся сейчас с тренером Пообщаемся И узнаем, что он от нас хочет Александр, мне нужно, чтобы вы Поднажали, улучшите свою игру Сейчас я не на 100% уверен в вашем Успехе Конечно, тренер, я буду Осторожить ворота Помогу команде победить Возьмите темные очки Мое будущее блестящее, тренер Вот так вот этим Мне нужен вратарь, которому я смогу доверять В этом сезоне Заслужите это место Спасибо, до встречи Нам нужно обязательно Следующую игру выигрывать Чтобы тренер понял, что мы не хухры-мухры Но это будет очень сложно Это будет очень сложно С Нэшвиллом играем Да Ну что, друзья Погнали играть с Нэшвиллом Давайте посмотрим X-Factor команд Вот они все Так, точная посылка Призова И давайте посмотрим Нэшвилл Что тут у Йоси Посылка Элитные длинные передачи Ну Будем ждать Ответка Усиленный ответ Бьющим У Форсберга Ну Посмотрим Кто будет Сильнее Полетели Ну вот она Первая игра За Миннесоту В предсезоночке Но игра Полетели Ага Значит Будут показываться Да X-Factor Над игроками Или Да Будут показываться Бьет Стат Бросок Нет Он Можно сказать Такой прострельчик Делал Хорош силовой Но здесь игра Будет поинтереснее Все-таки Играют довольно-таки Опытные Ребятки Этого Не лига чемпионов Цукарайла Влетел в зону Закрыл шайбу корпусом Отдал передачу Будет бросок Есть бросочек Ну да И броски будут Не будут бояться Бросать из любых позиций Гринвей По правому борту Вошел в зону Отдоставил передачу Бросок Галкипер Не очень хорошо Конечно Начали Команды Два поражения В предсезоночке Что у той Что у другой Но Росси Кстати Помним этого парня В гон Наверное НХЛ Пятнадцатый Да Он был в нашей команде Когда мы играли В АХЛ Ну что Вот он гол Открываем счет В этой встрече Только стоило Заговорить о том Что Есть проблемки С началом предсезонки И сразу же Заброшенная шайба Есть бросок В дальний Но мы пока курим Мы пока отдыхаем Проси передача Бросок Ингрэм Бросок Еще бросок Штанга Бумба Бьёкстад Пошел Бросил На подборе Йоси Ну вот он Первый сейф В НХЛ И бросок Думба Еще бросочек Нет На На бросик Двинвей Вошел в зону Будет бросать Да Бросает И тут на добивании Хорошо Цукарелла В расчете Мне кажется На то что добьют Бросал Гринвей Под дальний щиток Ну и 2-0 Ведем Пока что Нэшвилл Не бодается Росси Росси Бросочек Подбор Росси Передача на синюю Неплохо Раскатываем Бросок Точно в галкипера Эгхольм Вкатил Рикошет 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 Опять же Эвангелиста Теряет шайбу В зоне Росси Передача На дальний угол Кипер мог сейчас ошибиться Отдает быстро передачу Эгхольму Эгхольм Опа Эвангелиста бросал Скрайла Ищет партнера Оставляет Гордееву Бросок Шайба Ворота Просто с кистей В дальний угол Ну что Есть первые 27 минут Сухаря у нас Давайте посмотрим Что там по броскам Там мало их Всего лишь 4 Да Нанесли бросков По нашим воротам 14 по воротам Нэшвилла Неплохо Ну выход 1 Влади Неплохо Хороший силовой Шайбу Оставляем за собой Гринвей На синюю Ой Как замедлился С броском Пустой угол был Устаряла Разыгрываем Бросок Со стрейшего угла Расчете на отскок От воротаря Бросок Нет Разыгрывают Ну вот сейчас бросили Капризов на льду Пока что не появляется Кирилл Отдыхает В предсезонке Томасино Забрал 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 Прижал Новак Забрал Не отдал Блин Хотел быстрее налево отдать И что-то Игра сразу же Свистнуло Проигрываем Бросование Штанга Ух В дальний угол Хороший бросок Ник Коусинс Первый гол В этом предсезонье Смотрим Сильно ли был открыт угол Ну я бы не сказал Что он сильно открыт Просто хорошо попал Можно конечно Немножечко Левее стоять Тогда бы мы не пропустили Накрыли Хорошо Эбхольм Йоси Опять Притирочку Со штангой Тренин Толванен Обил Проси Фалинь Йоу В дальний Передачкой Гол Ну здесь составили Одного игрока Такие шайбы В инхелке любят Аккуратно Аккуратно Экхольм Это было красиво Это было красиво Смотрим Смотрим на повторе Бам Шикарно Шикарно Посмотрите Каусинс Каусинс Отправляемся мы На второй перерыв Пропустили мы В этом периоде Шайбу Был хорошенький Сейв Я могу сказать Даже Отличный Мне он Очень понравился Итак Что там по броскам 11 23 Пока что Только 10 Сейвов Погнали Шикарно Пошел Выбросать Ну сместился Очень близко К вратарю Трудно было Здесь Что-то Придумать Тихо Ой Что было Сейчас Не дал Сыграть На пятаке Супер Неудобно Рикошет Ой Ой Курьезная Шайба Номер Первая Смешная И курьезная Шайба В нашей Карьере Давайте Посмотрим Рикошет Дезориентировал Голкипера Такой набросик Неудобный Сейчас будет И от клюшки Ай-яй-яй Ну Голкипер Долго реагировал Конечно Кстати Смотрите У нас Тамина Тратится Ничего себе А раньше Не тратилась Мимо Наконец-то Что-то сделали Наконец-то Поменяли Что стамина Расходуется Бросок Это шестая Это уже Похороночка Это уже Похороночка Закрыл Выдвнулся Прямо на игрока Чтобы закрыть Угол Забрал Отдаю Росси Росси Хороший пас Разорвали Разорвали 7-1 Ну Ребятки Я могу сказать Что сделали Нам Подарок Первый матч И победа Выполняем Задачу Тренера И вроде Процент Не сильно Пострадал У нас Но пока что Есть еще 10 минут У Нэшвилла На то чтобы Позабрасывать Но мы будем Биться до конца Цукарелла Бросок Афанасенков Вышел на лед Я даже это пропустил Как-то из виду И вроде как Он уже Но пропускал Есть Выгодное вбрасывание Бросок Там драка Первая драка Мы кстати Сможем подраться Нет Ну Хотя бы Посмотрим Как они там Друг другу Морду Лупят Сейчас стоим Кого ждем Положил Хорош А мы еще И в меньшинстве Играем Я понял Опа И кашек Ай Ну Оставили Одного 7-2 Блин Две шайи пропустили Ну и процент Конечно Там пострадает Накаркал И выход Один в один Отбил Фу Я вообще боялся Что передача будет Тамасимо Отбил Ох Чуть не завалилась Шайба Набросик Получается Довольно-таки Опасным Броси Хороший пас На Бэкмана Бэкман Бросок Косония Ну это пушка Это Второй Я думал Х3 Нет Второй Все-таки Гол За Можно сказать 19 секунд Повторим Уже смотреть Не будем Все в этой игре Ясно Обидно Что пропустили Две шайбы Обидненько Но Я наверное Не скажу Что Были какие-то ошибки У меня Что эти две шайбы Были По моей вине Но Мог пропускать Одну И чуть-чуть Свои ворота не забросил Будем в концовочке Задачу тренера Выполнили Выиграли игру А 20 бросков Ну нормально 0.90 есть Слава богу 37 бросков Миннесор нанесла 37 Офигеть Вот что значит Хотели Чтобы мы Хорошо вошли в игру В команду И так далее Победка есть И так Тренер прибавляет Нам 18 очков Это хорошо Главное Что добавил 0.90 Это как я и говорил Нам далеко Еще конечно До основного Голкипера Ого Уже 300 тысяч Пописчиков Окей До основного Голкипера Нам конечно Далеко Так Беседа с тренером Конечно же Беседка с тренером Именно такая игра В воротах Нам и нужна Я хочу Чтобы вы И впредь Играли так же Как приятно Победить Симпатия менеджера Симпатия команды Запомните Это чувство И продолжайте Играть в том же духе До встречи Тренер Хоть бы добавил Нам знаете Не только менеджмент И команду А Очки звена Мы не против Ну что Следующий матч У нас С Винни Пега Увидимся В следующей серии Всем спасибо За просмотр Всем Пока